Представлю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 19 лет, росту 73 сантиметра, вес 57,2 килограмма. Его профессиональный рекорд, три победы, ни одного поражения. Его силь – Ушу Саньда из Кыргызстана, Даньяр Тайчо Бэк. А вот и его соперник в красном углу клетки. Ему 23 года, росту 75 сантиметров, вес 57,2 килограмма. Его профессиональный рекорд, три победы, ни одного поражения. Его силь – Тэквондо из Грозного, Чеченская республика. Абубакар Хасиев! Рыбли в Аттагоре, Гириан Шибилов. Итак, Абубакар Хасиев против Даниэра Тайчо Бэка. Бой под номером 4. Это Эсей Ян Гигглс 26, селение Толстой Юрт. Мы продолжаем. Наш турнир продолжает набирать обороты. Посмотрим, станет ли это первым противостоянием, которое дойдет до решения судей. Классный хайкик от Хасиева. Хасиева и Тачиев Бэк тут же подхватил соперника, осуществляет первый трейкдаун в этом поединке. Да, так очень быстро у нас развивается. Это на легчайший вес. Четвертый на сегодня бой, да. Вполне ожидаемо, что он будет очень динамичным. Да, здесь обычно все происходит очень быстро, энергично. Так, интересно, попытка выхода на гильотину. О, и получилось так. Здорово. Абубакар Хасиев очень здорово защищается от попыток Даниэра Тачубека зафиксировать за собой положение сверху. Ну, хотя вот обратите внимание, пока вот до сих пор этот вопрос позиционного доминирования не решен. Да, продолжается борьба за позицию, за инициативу, так скажем. Ой, как здорово. Так вот сбросил, похоже на скручивание, есть такой прием. Так, есть захват на пояснице. Насколько вот обучен технике работы с этим. Так, получилось разорвать захват у чеченского спортсмена. Однако инициатива по-прежнему Тачубека. Так, здорово. А вот сейчас ее пытается перехватить. Да, Хасиев. И частично, да, ему это удалось сделать. Ну, снова разворачивает соперника Тачубек. У тебя опять динамика, динамика, да. Мне кажется, вот есть такое ощущение, что физически несколько более крепок Тачубек. Вот у него получается, по крайней мере, меня сейчас в этом убедить. Или просто вот он хорошо выбирает ключи в клинче. Вот подбирает ключи к ситуации. Вот у него ключо внизу. То есть ему несколько проще сейчас. У него включен ресурс спины. А у Хасиева же наоборот. Ресурс спины в данный момент не так задействован. Несмотря на это, все равно определенный паритет. Есть ожидание, что должен произойти какой-то взрыв, какой-то такой перелом. Но вот очень четко так ноздря в ноздрю идут спортсмены. Вот чуть лучше все-таки есть ощущение. В клинче ориентируются киргизские спортсмены. Ну и клинч пока это основная часть этого боя. Здорово переводит. И как веком быстро уже подхватывает соперника за ногу. Вот совершенно четкая задача, видно, есть у киргизского спортсмена. Это занять позицию, занять доминирующую позицию. И насколько тяжело сейчас ему это реализовать. При том, что классные забранные эпизоды. Сейчас и за спину зашел. А при этом все равно не получается это реализовать до конца. Такое вот серьезное сопротивление от Хасиева. Приятно, приятно все это видеть. Приятно на это смотреть. Очень достойное такое противостояние. Пока за преимуществом спортсмена из Киргизии. Снова зашел за спину. Начинает работать коленями. Сейчас на ходе поединка это особенно не скажется. Ну, а в дальнейших раундах возможно. Есть ощущение, что эти дальнейшие раунды будут. И вот вопрос, сможет ли Хасиев как-то изменить ход этого поединка. То, что он может оказывать достойное сопротивление, это вне всяких сомнений. До конца ничего не получается. Но при этом именно за ним инициатива. И Киргизский спортсмен, очевидно, этот раунд первый забрал. Посмотрим ключевые эпизоды. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот подсказали из зала. Хотели, что лучше работать на руках. Борьба не нужна. Ногами тоже не стоит разбрасываться. Ну, логично, потому что ноги киргизский спортсмен подхватывает. А вот, соответственно, насчет рук. Еще вопрос дискуссионный. Мы об этом пока ничего не знаем. Толком на руках не работали спортсмены. В разноименных стойках бойцы начинают. Стойкие левшие стоят. О, хороший. Хасиев. Миддл кик. И вот снова все-таки на хай-кик. И обратить внимание, лоу-киком в тот же момент ответил спортсмен из Киргизии. Все-таки Хасиев, токлондист, заточен на это, на работу. Другая тройка по корпусу. Прям здорово. Чуть не сказал, в стиле Рокки Бальбо отработал киргизский спортсмен. Однако какого-то преимущества такого явного сейчас... Ой-ой-ой, здорово. Еще один хороший мидл кик. Большого пока никто не приобрел. Мне кажется, чуть-чуть поинтереснее сейчас в ударной технике. Чеченский спортсмен. Но реализовать бы это в конкретное преимущество, я вижу, да, о чем вы говорите, относительно тэквондо. Вот эти вот прямые удары. Вот очень здорово. В таком уже скорее каратистском стиле отвечают спортсмены из Киргизии. Миддл киком. Вообще, вы знаете, для тэквондо не сильно характерно бить боковые удары ногами. В основном у них все-таки прямые удары ногами и удары с разворота, которых мы пока и не видели. Тэквондо, напомню, есть основных два вида. Это олимпийская, не олимпийская. ВТФ, ИТФ представителем какого является Хасейк, я, честно говоря, не знаю. Но в любом случае он не совсем стандартно для тэквондиста работает. Показывает, что все-таки он представитель смешных и не набор. Ну, понятно, что, наверное, адаптировал эту работу. Сто процентов, потому что не тэквондистка у него сейчас стойкая, да, можно сказать частично, что он сильно боком стоит. То есть тэквондисты часто стоят больше боком, чем другие, именно для того, чтобы бить быстрее с разворота. Там система оценок такая, что с разворота как бы существенно больше ты получаешь баллов. То есть как бы бить с разворота является приоритетом. Ну, вот стойке удается все-таки перебивать соперника. Очень здорово встречает фронт-киками, однако сейчас вот с дальней очень здорово закинул киргийский спортсмен. Ну и справа тоже Хасейк здорово ответил. Ну, молодцы, молодцы. Очень приятно сейчас смотреть на их схватку. Тичебек, мне кажется, понимает, что он первый раунд забрал и может немножко так подышать, отдохнуть. Посмотрите, какой медлокик и тут же справа отвечает Тайчебек. И еще один удар. Классно. Как они здорово, конечно, сейчас меняются ударами. Вот прям прикармливают, что называется, вот этими медлокиками в область печени Хасейк соперника. Ну, возможно, кстати, он рассчитывает на хорошее попадание в корпус. Да, возможно. Действительно, левша, это логично. Левши, получается, сильная нога и сильная рука как раз под печень. И посмотрите, сейчас сдвоем такие удары хорошие. Чего я сдал. Заправляет ноги Тайчебек. Ну, вроде не так много, чтобы провести удушающий прием. Хотя, вот, посмотрите, просовывает руку. Ну, тяжело будет, одниска. Просто пока не вправил ноги. Одна нога только вправлена, да. Довольно тяжело это сделать. Ну, вообще, в принципе, неподготовленный прием в данный момент. Но это не мешает ему забрать концовку раунда. И, вероятно, соответственно, таким образом второй раунд из... Так, ну-ка, будет ли здесь что-то? Пока нет, не похоже. Ну, сейчас 10 секунд. Набрасывает удары, чтобы утвердить свое преимущество в этом раунде. Возможно, вот именно за счет концовки Тайчебек... Ай-яй-яй, вот здесь даже шею забрал под конец. Что-то надо менять, конечно, Хасиеву сейчас в этом поединке. Хотя, честно говоря, у него было много классных эпизодов. У обоих было много классных эпизодов здесь, в этом раунде. Вот, давайте смотреть на них. Субтитры создавал DimaTorzok И так, раунд под номером три. Это на сегодняшний день первое противостояние, которое доходит до этой дистанции. Снова удар в печень тут же отвечает кроссом Тайчебек. По размашке сейчас работает тиргийский спортсмен. И, кстати, вот первый хайтик в его исполнении. У него вот сейчас двойка доходит до цели. Да, не совсем акцентированную, но тем не менее. Двойка с перестановкой стойки. И посмотрите, как включается Тайчебек. Как будто бы ему это больше надо. Ну, не исключаю, может быть, так оно и есть. Мы не знаем, кто и когда взял аппотеку. Ну, я в плане того, что, опираясь на судейский, да, не то, что происходило. Вот теперь два раунда, наверняка все-таки Тайчебек ведет этот бой. Вот, посмотри, сейчас двойка тоже заходит. Интересное изменение. Он на меня стоит обратить внимание. То есть тоже встал в левшу. Вот, подстроился, что называется. Ну, в этом может быть некоторая логика. Если он, например, неплохо этой стойкой владеет, то обычно левши, которым является Хасеев, очевидно, они имеют не очень большой опыт противостояния с левшами же. Они привыкли, привыкают к тому, что все их соперники стоят в правосторонней стойке. Ой-ой-ой, хорошие кайки. Блокирует, блокирует все-таки Тайчебек. Ой, лоу-лау-лау. Заряжен, заряжен Тайчебек, конечно, идет вперед. Много делает, чтобы победить. И я думаю, что в двух раундах уже некоторые преимущества за ним есть. Это разножка. У Хасеева получается работать красиво. Это правда. Вот для победы, пока, мне кажется, ему несколько не хватает. Нужны какие-то очень яркие эпизоды, однозначно показывающие, что он наносит ущерб. Сейчас судьи очень здорово оценивают именно вот это желание. Ну, точнее, не желание, а именно такие попадания, которые наносят ущерб. Вот сейчас в Кринче были обоюдные удары. И еще у меня очень много этих медальфигов. Огру с печи выбирается Бакар Хасеев в этом бою. Очень шумные у нас секунданты у обоих спортсменов. Да, обратить внимание, Хасеев тоже идет вперед, попадает, старается бить жестко. И вот здорово апперкотом сработал. То есть оба работают достаточно откровенно. А сейчас во многом идет драка. Не просто поединок, а вот действительно стараются спортсмены попадать и попадать жестко. Тычебек подвел к стене. Эпизод не затянулся. И вот снова поединок, который попадает. Можно назвать фразой то, что мы любим. Ну вот дошел все-таки этот удар с разворота от Хасеева до цели. Еще один левый пик. Должно было произойти, конечно, от базового тукландиста. Здорово стоит. Ой-ой-ой, красота какая. Вот это хайлайты. И справа заходит очень здорово сейчас у Хасеева. Да, отличный бой. Отличный бой. Да, и третий раунд действительно на загляденье. Здесь сейчас позволят тебя завязать, залежать. Это будет стратегическая ошибка для Хасеева. Если бы сейчас еще Тачебек попал в треугольник, это, наверное, был бы просто бой вечера однозначный. Такая драматургия, конечно. Но нет, этого не произошло. Мы видим, что все контролировал киргизский спортсмен. И продолжает, в общем, наверное, победный для себя поединок. И локти включает Тачебек. Посмотрите, уходит от попыток набросить треугольник. Сил уже не так много у Тачебека, в принципе, так же, как и у Хасеева. Активно развить ситуацию эпизод не получается. Но, возможно, от этого будет и достаточно ему. Совсем немного остается. Все. Завершен этот поединок и он доходит до решения судей. Ну и очень-очень яркий, конечно, бой. Честно говоря, любое дорого смотреть. Да и так же приятно будет, конечно, пересматривать. И ждем вердикта. Ну, я думаю, все-таки он здесь будет понятный. Но в любом случае бой крайне яркий, крайне интересный. Киргизия-то сегодня огонь. Да. Прям очень хорошо. Хорошо идут спортсмены из Киргизии сегодня. И впечатляют. И красивой работой, и победами. И вот какая красота сейчас. Ну, в Хасеево было обратить немного. Классический такой. Эквадийский вариант. Уширый. А здесь, ну, сказка. Сказка. Вот для красоты, а, конечно, боец из Чечни, делал все. Аббакар Хасеев. Очень яркий бой. Честно, хочется поблагодарить за него обои. Красота. Если этот поединок будет номинантом на бонус, я совершенно не удивлюсь. Ну и вот вердикт. Дорогие друзья, по итогу судейских записок со счетом 29-28 единогласным решением судей победы отожжал боец из Синева Глава Танья Тачаппе. Ну и наши поздравления, да.